Классный тональный крем за недорого. А это мой маленький большой хит. Блеск для губ для любителей острых ощущений. Всем привет! Сегодня у нас с вами обзор самых горячих новинок от бренда Eveline. Они или уже появились в ваших странах, или будут постепенно завозиться в Россию, в Украину, в Казахстан, Беларусь и так далее, и так далее. Мне немножко повезло в этом плане, потому что здесь они начинают продаваться чуточку раньше, но зато, когда они появятся на ваших полках, вы точно будете знать, на что в первую очередь обратить внимание. Поехали! Первое, что мы с вами обсудим, это новый тональный крем под названием Selfie Time. Я сама также смотрю других блогеров и польскоязычных. Я люблю подглядывать за ними для того, чтобы узнать, что они там тестируют, что кому нравится, потому что все мы абсолютно разные. Кому-то нравится плотное покрытие, матовый финиш, у кого-то сухая, у кого-то жирная кожа. Поэтому, когда я увидела этот тональный крем у девчонок с сухой кожей, это была Агнешка Дрестен Минт и Ханя Кнопиньска. Они говорили, что он очень хорошо им подошел, что это классный тональный крем за недорого именно из масс-маркета. Я отправилась в магазин и купила нужный мне оттенок. И потом уже марка Эвелайн прислала мне остальные. Да, спасибо большое за новинки. Я могу тестировать прям мешками все и потом выбирать то, что мне понравилось и рассказывать вам об этом видео. Так вот, тональный крем заявлен как тональный и консилер 2 в 1. Он обещает быть ультрастойким, увлажняющим, содержит комплекс анти-полушен, то есть предотвращает повреждения нашей кожи за счет воздействия окружающей среды. И также содержит гиалуроновую кислоту и морские водоросли. Я должна сказать, что мне очень понравилось, как этот тон выглядит на лице. Это действительно хороший вариант именно для повседневного использования, для молодой девушки, для возрастной, для всех тех, кто любит именно такие не застывающие тональные кремы, которые не стягивают, которые не будут и слишком блестеть, и при этом они не будут такими глухоматовыми. Он выглядит очень свежо, очень здорово на коже. Для меня это оптимальное покрытие и на каждый день, и честно говоря, даже на все торжества я не люблю такие вот железобетонные тональные кремы, которые ощущаются маской на лице и выглядят так же. То есть каждому свое. Для меня вот это вот как раз такая золотая середина и комфорт на коже. Я очень ценю это в последнее время. И если его припудрить в Т-зоне, то на мне он держится без вопросов. Напоминаю, что у меня сухая, иногда обезвоженная кожа, реактивная. Я не заметила, чтобы он как-то некрасиво оседал в порах, в мимических линиях. Если сравнивать его с моим самым любимым кремом на выход, который в капельках, то это легче покрытие, и он меньше ощущается на коже. Если сравнивать тоже с новинкой прошлого года, который Satin Matte, вот этот полегче, и он тоже не застывает, но он схватывается. То есть его невозможно перемещать по коже. То есть вот нанесли, он немножко фиксируется, но не так, знаете, не схватывается, что ты потом аж шевелиться не можешь. Нет, все очень комфортно. Но я к тому, что он не будет мигрировать в течение дня по вашему лицу. Единственный момент, если у вас жирная кожа, то нужно будет промакивать салфеткой, скорее всего. И, возможно, он не будет таким супер стойким, как на сухой коже. Но у меня многие тональные кремы действительно неплохо держатся. Если они слетают, то все очень-очень плохо. Поэтому я могу сказать, что да, действительно, я согласна с мнением тех, кому я доверилась, что это очень хороший, недорогой вариант именно для повседневного использования. Что касается использования в качестве консилера, то я люблю, когда мое лицо выглядит естественно. То есть я даже не жду того, чтобы консилер, корректор скрыл все недостатки, чтобы я была, вот знаете, такой, как однородное полотно в повседневной жизни. Когда мне нужно фотографироваться, когда это какое-то день рождения, еще что-то. Понятное дело, я делаю более такой, понятное дело, я делаю такой более идеальный макияж. А на каждый день, да, действительно можно наносить, потому что это кремовая текстура. Он действительно не пересушивает. От меня однозначно за счет. Мне очень понравилось. Неоднократно увидите его в моих видео. Оттенок, который я использую, который сегодня на мне, это 09 Ivory. Он с таким желтоватым подтоном. И у меня есть также десятый. Десятый тоже светлый, но сначала может казаться, что он желтый. Когда застывает, подсыхает, вот эта розовинка проступает. Но тут такой неоднозначный момент, потому что в цветовой палитре нет такой градации от единицы, от самого светлого, в десятке, к самому темному. Поэтому внимательно выбирайте. И я покажу, как они выглядят тогда, когда уже немножко схватываются. То есть, когда они усаживаются на коже, и что вы в эффекте можете получить. Наверное, очень многие ждали этого момента. В ассортименте марки Eveline появились стойкие плотные консилеры, которые называются жидкий камуфляж. Это такой трендовый формат, который со временем стал уже привычным. То есть, супербольшой аппликатор. И этот консилер характеризуется плотностью, стойкостью. Также радует то, что цветовая палитра шикарная, потому что много оттенков. От самого светлого до нейтрального, до с розовым подтоном, или же с желтым, даже с персиковым. Каждая найдет что-то для себя. Что касается плотности покрытия, то здесь все прекрасно. Потому что он обладает хорошей перекрывающей способностью. Он фиксируется, он застывает, держится очень долго. Можно маскировать какие-то несовершенства на лице. И даже наносить его под глаза. Но я должна сказать, что я являюсь огромной поклонницей предыдущего нового консилера. Тоже от марки Eveline. Он такой кремовый, увлажняющий. Ну, я такое очень сильно люблю. А вот этот я буду наносить на праздники, или когда что-то выскочит, или будет какое-то покраснение на лице. Эти консилеры, даже корректоры, можно сказать, у марки Eveline получились очень достойными. Если вы уже пробовали, то напишите, как вам. А это мой маленький большой хит. Лично я очень сильно ждала что-то такое в доступном сегменте. Это тоник с гликолиевой кислотой. Я даже заглядывала на интернет-страницу Eveline, чтобы посмотреть, что у них есть, чего у меня не хватает, что я хотела бы еще попробовать. Я видела, что у них планируется пополнение в гликолиевой серии. Я очень-очень жду. Ну, пожалуйста, Eveline, пришлите и мне, потому что это то, что действительно работает. И гликолевая кислота подходит к каждому типу кожи. И, между прочим, тоник это именно то средство, которое вы можете очень так нетравматично ввести в свой уход, если вы никогда не пользовались кислотами. Также тоник можно использовать в теплое время года. Это SPF приветствуется, даже если вы отправляетесь на какую-то городскую прогулку с ребенком или, скажем, на рынок, пожалуйста, нанесите SPF, чтобы не появились какие-то пигментные пятна, чтобы не навредить себе. Но тоник с 5% гликолиевой кислоты это действительно то средство, которое сделает разницу до и после на вашей коже. Есть более агрессивные тоники, которые я бы не рекомендовала использовать. Вот этот тоник, он подойдет и для новичка, и для сухой кожи, и для реактивной кожи, потому что здесь какая-то хорошо сбалансированная такая мягкая формула. Это отшелушивающий тоник, но он делает это настолько бережно, что вы не заметите, как ваша кожа отпадает кусками, как она шелушится. Этот тоник придает коже сияние, свечение. И я также показывала вам в каком-то влоге, по-моему, как я его наношу. И даже там видно, что лицо очень гладкое, очень сияющее, очень свежее. Это также омолаживающий эффект. Это то, как работают кислоты. Это то, о чем я говорю на своем канале на протяжении последних лет 4, наверное, если не 5. Это то, что поможет справиться с неровным оттенком, с тусклым цветом лица. Конечно же, это не диета для вашей кожи. Это как лайфстайл. То есть мы вводим кислоты, да, и это может быть тоник для начала. Дальше мы можем добавить крем, например, или какую-то сыворотку. Или же для поддержания эффекта, что сейчас происходит со мной, я люблю использовать тоники с гликолиевой кислотой для того, чтобы кислоты присутствовали, чтобы они работали. Но не так агрессивно. И для меня это стало настоящим открытием. Если это уже появилось на полках ваших магазинов, я настоятельно рекомендую попробовать. Очень классная вещь. И да, написано даже, что он подходит для всех типов кожи и для чувствительной. Это то, что я только что сказала. Но, честно говоря, я даже не читала, что он обещает. Я просто рассчитывала на то, что он будет работать так, как я привыкла. Поэтому я вот только рада, что в доступном сегменте наконец-то появился достойный гликолиевый тоник. Кому надоели теплые, рыжие, розовые оттенки, кому хочется именно холодной гаммы, кто хочет сделать какой-то smokey eyes, но без этого красного, без этого рыжего, дайте мне обычную нейтральную палетку, в которой розовый цвет не будет отдавать в рыжину, как это иногда случается. В общем, ко мне на дня буквально приехала палетка тоже от Evelyn Surprise. И называется она Casual Nude. Это палетка под названием, под номером 4. У меня есть, по-моему, все. Одна из моих самых любимых это Sunrise. Вот она такая уже поюзанная. И так же, как во всех палетках в таких же форматах от Evelyn, тени очень мягкие, очень пигментированные. С ними супер просто работать. Никаких вопросов у меня не возникало, при том, что я немножко боялась таких цветов, так как я уже привыкла к рыжеватым и мне больше идут теплые оттенки. Тем не менее, у меня получились очень интересные, такие эффектные макияжи. И как раз сама палетка, сама цветовая гамма подталкивает к тому, чтобы сделать что-то такое более вечернее, наверное. Хотя для повседневного макияжа вам достаточно будет вот этих двух или трех цветов. Здесь есть такой серо-коричневый, довольно темный матовый цвет. Он прям как масляный, очень красивый и на веко он именно так и передается. И так же для такого дневного смоки айс, есть тоже серо-коричневый, сатиновый. Он мягчайший и я люблю наносить тени в этой формуле именно пальцем. Тогда оттенок передается более интенсивно, он более насыщенный и лучше приклеивается к веку. А если вы еще и нанесете его на влажную базу неприпудренную, он будет держаться веки вечные. Стальной красивый и для максимального затемнения, или для растушевки стрелки, которую мы можем нарисовать там карандашом или же подводкой, есть еще и черный. Он прям угольно-черный, но я, знаете, что делала? Только затемняла линию роста ресниц и это все. Так же вечером я как-то игралась, если я сохранила это в телефон, то покажу вам. Я пробовала карандашом проходиться по водной линии и вот этим черным цветом немножко ее фиксировать и получилось очень интересненько. Я, по-моему, ни разу не показывалась вам с таким макияжем, ну чтобы я на себе его красила, но я пробую и мне самой очень нравится. Палетка супер классная, как и предыдущие, которые я хвалила однозначно, могу рекомендовать, она заслуживает вашего внимания. Еще у Эвелин вышли классные матовые помады, точнее они называются вельветовыми и я согласна с этим, так как финиш у нее действительно такой, знаете, вельветово-бархатистый, скажем так. То есть не глухоматовый, а вот такой приятный и смотрится не так сухо на губах, не так их как-то вот сжимает что ли, не делает их пересохшими. И даже если у вас губы не в самом идеальном состоянии, они все равно очень плавно наносятся, не тормозят, прекрасно отдают оттенок и мне очень жаль, что у меня только три цвета. Я скоро отправлюсь в магазин и обязательно присмотрю себе еще, потому что они очень живые, они очень правильные. Я думаю, что те сотрудники, которые собирают для меня посылки, приблизительно знали, какие цвета мне могут понравиться, но я была бы рада показать и другие, например, нюдовые, если они есть. Первый оттенок 511 и это такой, как бы его назвать, пыльно-розовый, наверное, но он не слишком лиловый, а наоборот более живой, более такой радостный, наверное. Конечно, это не очень правильно, но я немного добавлю себе на помаду, которая уже есть на мне, для того, чтобы ожирить свой макияж. Мне кажется, в камере я сегодня могу выглядеть какой-то такой мрачноватый, грустноватый, но это не так. Это все черный цвет, я могу ошибаться, но если смешать ее с нюдовым, то получится такой. Вообще, конечно, они наиприятнейшие на губах, если не есть какой-то жирный обед в виде котлет, не запивать это все капучино, то они еще и хорошо держатся. И следующий оттенок это 510, очень красивый коралловый, с ним макияж, вот просто реснички, это помада, немного румяный, получится супер весенний фреш. И отдушка у них не очень сильная, не очень явная, и мне нравится то, какую упаковку выбрали Эвелайн. Вот скажите, это выглядит очень достойно. Матовый финиш такой и золотистые надписи, очень стильно выглядит. И последний оттенок, который у меня есть, это номер 512, мне хочется его назвать цветом виноградного сока, потому что на губах она не полупрозрачная, не подумайте, не поймите меня неправильно, наверное, вот так. То есть она передает такой же оттенок, но все равно на губах смотрится, знаете, вот так современно. Даже вот такой насыщенный оттенок не будет вас старить. Я так понимаю, что это тоже новинка, я ранее не видела ее в продаже. Называется она Ultimate Lashes, и она должна придавать объем и загибать наши реснички, прежде чем я это прочитала. Я накрасила, я думаю, я не знаю, что там написано на упаковке, но это точно объемная тушь. И вообще-то мне даже больше она нравится именно в один слой. Тогда реснички получаются такими изогнутыми, четко прокрашенными, прямо от самого корня. У них насыщенный черный цвет, и они вот так вот застывают и держатся в течение всего дня. Но потом я решила нанести второй слой, и сейчас вот получился такой эффект. То есть ресницы очень-очень объемные, они выразительные. Для меня это такой, даже для меня это более вечерний вариант. И мне нравятся удлиняющие, разделяющие туши. Но если вы предпочитаете именно объем, то скорее всего вам она придется по вкусу в кавычках. Очень удобная щеточка, и вот благодаря ей как раз можно добраться до самых корней ресниц. И прокрасить реснички так, чтобы самый насыщенный оттенок у вас обрисовывал ваш глаз. Это часто большая проблема у девушек, которые красят глаза. Потому что это визуально очерчивает глаз, и кажется, что ваших ресничек больше, что они гуще. И щеточка силиконовая. Она имеет очень много зубчиков, и она изогнутая. Со второй стороны тоже можно придать больше цвета. В общем, форма такая как бы ложечка, наверное, так его можно назвать. Она захватывает реснички, вытягивает их и обволакивает каждую. Насколько я помню, эти кремы уже доехали и в Россию, и в Украину. Смотрела, по-моему, в подружке, и на мейкапе они тоже уже есть. Перед видео я специально посмотрела, теперь вовсю могу рассказывать о них. Это кремы из линейки BioVegan. Для меня это базовые средства ухода, которые приветствуются в любой косметичке, причем как на день, так и на ночь. Эта линейка характеризуется тем, что здесь 95% ингредиентов именно натурального происхождения. И если посмотреть на состав, а в Польше, в Евросоюзе за это очень большой штраф, и ты не можешь написать одну упаковку, положить другую. Так вот, к составу у меня нет никаких вопросов. Здесь нет силиконов, здесь нет парабенов и также парафина. И в этой новой линейке представлено три крема. Один питательный, второй увлажняющий, и третий такой, как по моему вкусу, облегченный. И он именно для жирной и комбинированной кожи. Зимой я пользовалась питательным. И действительно, он создает защитный слой от пересыхания, если вам нужно восстановить кожу после использования какой-то интенсивной маски, какой-то отшелушивающей с кислотами, с глинкой. Если вам нужно было что-то там очистить на лице, и вам нужно хорошо напитать кожу. И даже больше он мне нравился именно для ночного использования. У него приятнейшая текстура, причем кажется плотной. И когда наносишь, она как бы тает и становится более легкой, более облегченной. То есть, это не крем в стиле Нивея, который там сложно разнести, который очень неприятно ощущается на лице. Для сухой кожи это может быть настоящим спасением. У них у всех приятные дужки. И я вот этот зеленый на самом деле отдала своей подруге для обзора, еще раз докупила, чтобы вам показать, как это выглядит. И второй крем уже такой внесезонный и, пожалуй, самый универсальный. Он идет с экстрактом риса, насколько я помню. И подойдет вообще к каждому типу кожи. Вы можете почитать, что есть в составе каждого из них. Я уже повыбрасывала упаковки. Я рассказываю чисто о своих каких-то впечатлениях, о своих ощущениях от использования. О своем опыте, так сказать. И вот этот крем мне очень нравится по отдушке. Он пахнет вот чем-то таким натурально-кремово-молочным, что ли. Очень приятный. Я использовала где-то одну треть. Он действительно хорошо насыщает кожу. При этом довольно быстро впитывается. То есть его можно наносить в качестве такой базы, скажем так, под макияж. Или поверх любой активной сыворотки, если вы используете этот крем вечером. И я должна сказать, что он как раз будет хорошим вариантом для межсезонья на весну. И я спокойно могла бы пользоваться таким кремом даже летом. Потому что я стараюсь уложнять кожу вне зависимости от сезона. Но вот этот крем действительно такой, наверное, самый универсальный. Подойдет даже тем, у кого, например, жирная кожа. И вы живете в суровом климате. Вам нужно хорошо увлажнить кожу, как-то ее восстановить. Очень классная, очень достойная линейка. Мне супер понравилось. И третий крем по своей текстуре самый легкий. Несмотря на то, что он выглядит таким как бы сбитым, плотным в упаковке. Он быстрее всего начинает таять и быстрее всего впитывается. Я не могу сказать, что это прям сухое лицо. Но он, наверное, самый матовый, скажем так, среди вот этих всех трех. Если питательный, более жирненький, то есть именно как защитный. Для тех, у кого сухая кожа. Я вам сказала, кожа, которая нуждается в восстановлении. Это вот вариант для вас. Всем остальным универсальный. Или же вот этот, который как раз хорошо будет ощущаться в теплое время года. Если вы живете в таком влажном климате, то каждый крем будет супер неприятным на вашем лице. А этот прям как глоток воды. То есть он и увлажнит, и при этом не будет перегружать ваше лицо. С ним будет все нормально ощущаться. И ваша косметика не будет плыть так быстро. А летом, наверное, каждая косметика все-таки стекает быстрее. И у всех жирнится лицо. Потому что это нормально. Всем жарко. Так, это уже не новинка на рынке. Она уже давным-давно продается. Но она только попала в мои руки. Это вот такая матирующая персиковая пудра. Я аж зависла. Потому что это банановая. Какая же это? Банановая пудра мне нравилась. Но она очень-очень сильно матирует. И если сравнивать с вот этой персиковой, то теперь она мне нравится больше. Потому что она как бы менее что ли заметна на лице. Эти пудры, помимо того, что они создают матовый финиш, фиксируют косметику, они еще и делают цветокоррекцию. И мне кажется, что несмотря на то, что когда их растушевываешь, оттенок сам по себе не виден. Но каким-то образом этот персиковый цвет мне подходит больше. Поэтому у меня закрадывается ощущение, что вот эта пудра, она подойдет именно тем, у кого средний оттенок кожи. Я сейчас о персиковой. А банановая тем, у кого, например, более светлый оттенок кожи, но теплый подтон. Вообще, вот скажите, вы пользуетесь банановыми пудрами? Когда я наношу именно такие цветокорректирующие какие-то пудры, то мне гораздо проще сделать и в осветлении, и заматировать нужные участки. При этом без каких-то светоотражающих, точнее со светоотражающими частичками, но без сияшек каких-то. То есть это за счет цветокоррекция, за счет текстуры. А у меня есть явный залом под глазами. Это с детства еще углубление такое в этой части и также с возрастом. Это нормальное явление. Просто для того, чтобы выглядеть чуточку свежее и при этом не использовать какие-то супер плотные консилеры, тональные средства. Я предпочитаю, допустим, вот такие корректирующие пудры, что-то там светоотражающее, тональный крем в определенной текстуре. И это все помогает немножко сгладить какие-то бессонные ночи, скажем, или какие-то переживания, или эффекты старения и так далее и тому подобного. У всех у нас есть свои какие-то периоды в жизни, правильно? И с возрастом каждый хочет выглядеть свежее, и цвет лица меняется, и текстура, и контур, и все остальное. И вот косметические средства нам всем в помощь. Тут как такового цвета вы не заметите, но конкретно для моего оттенка кожи, для того, чего я от нее ожидаю, вот эта пудра подходит чуточку больше. И она не настолько сильно матирует, наверное, даже можно так утверждать, как вот эта. Но вот эта как-то живее выглядит на коже. Во всяком случае на моей. Она сглаживает поры, она такая вот более шелковистая. Обе классные, но, наверное, сейчас я больше переключусь на эту. Это пахнет бананом, банановое. А вот это чем-то таким, не совсем персиком, в моем понимании, как айсти, какими-то фруктами. Ну, прикольно. О, это огонь! Это было очень забавно. Сейчас, значит, это у меня лип максимайзеры из линейки All My Lips. Они продаются в вот таких упаковках. И у меня с перцем чили и с пчелиным ядом. Честно говоря, когда я их наносила, я подумала, вообще ничего не происходит. Нет какого-то термоядерного аромата ментола, который сразу дает нам понять, что сейчас будет, сейчас ты получишь. Нет, они пахнут чем-то таким свеже-ягодным. Приятный, на самом деле, сладковатый аромат. Но это действительно круто. Я буду этим пользоваться, потому что сейчас я вам все расскажу. Оттенки у них супер-классные. Посветлее. Такой классический лип максимайзер, я бы сказала. И второй более яркий. В каждом из них есть светоотражающие частички. И вот здесь в темном они золотистые, чуточку больше, чем в этом. Но оба очень красиво смотрятся на губах. Значит, как-то вечером нанесла я это средство сначала с пчелиным ядом. И на протяжении нескольких минут ничего не происходило. Я подумала, ну, классный бальзам, хорошо увлажнит мне губы. Очень красиво сияет, придает такое влажное освещение. Губы делают аппетитными. И легкий розоватый оттенок всегда приветствуется. Но он на губах не молочный, он не смотрится дешево. А именно вот как-то, сейчас скажу. Через 5 минут началась смешная ситуация. Потому что я поняла, что мои губы действительно увеличиваются. Из-за того, что здесь есть вот этот немножко раздражающий губы компонент. В хорошем смысле этого слова. То есть он провоцирует как бы приток крови к вашим губам. И они действительно смотрятся более пухлыми такими. Более сочными, аппетитными. И в сочетании с вот этим цветом ваш оттенок становится чуточку ярче. И губы такие, вот даже контур становится более четким. Очень прикольная штука. Я как-то так, честно говоря, не особо люблю оригинальный лип максимайзер. Потому что мне в нем недостаточно увлажнения. Я не то чтобы потерпела. Просто это было неожиданно. Я думала, что так ничего не произойдет. Это просто что-то там на упаковке написали. Но он жжет. Это жжение можно выдержать. Бывали ситуации и похлеще, скажу так. Поэтому все в зоне комфорта. Блеск для губ для любителей острых ощущений. Но это я шучу. Для меня нормально. Я положу эти средства в косметичку и буду ими пользоваться. Потому что самое главное и самое прикольное после того, что они выглядят хорошо на губах и красиво. Это то, что утром я проснулась супер напитанными, увлажненными, восстановленными губами. Давно не было такого эффекта. Поэтому я им говорю не просто да, а да, да, да. Но если вам не нравится, когда что-то там покалывает, что-то пощипывает, то, наверное, нет. А сегодня я красилась и воспользовалась вот этим с перцем чили. Он также очень красиво выглядит на губах. Это то, что мне очень-очень нравится. И даже просто накрасить реснички, этот блеск, и все, вы готовы отправляться покорять мир. Это не блески для пыток. Это просто блески, которые и поухаживают за вашими губами, и придадут им более такой пухлый вид. Не знаю, как у вас, а для меня крем для рук должен быть еще и визуально привлекательным, чтобы мне хотелось им пользоваться. И отдушки предпочтительно какие-то такие, которые и не будут перебивать все вокруг, не будут меня напрягать, но при этом будут приятными. И меня очень удивили и порадовали кремы из фитолинейки. Это малина с кориандром, тропический, это манго шалфей. Вот сейчас только прочитала, просто он пахнет, как какой-то тропический коктейль. Не искусственно, скажем, манговый, не искусственно ананасовый, а просто как все фрукты перемешанные и закрыты в одну упаковку. Упаковки очень стильные, очень молодежные, очень прикольные, матовые. И вообще, я не знаю, кто им это разрабатывал, но выглядит это супер симпатично. И последний с авокадо и гибискусом. Зелененький, пахнет травкой какой-то, чем-то таким самым натуральным, пожалуй. Но это не травка-муравка, не типа ромашка из аптеки, а вот что-то просто такое зеленое. Вот есть зеленые ароматы, я их прямо так и называю, как свежесорванное что-то. И вот, кстати, авокадо так и пахнет, чем-то просто орехово-зеленым. А это, ну вот я объяснила. Тропический коктейль, мы с вами это выяснили. И малина с кориандром, я не знаю, может это кориандр придает такую нотку. Но для меня это не просто химическая малина, а что-то натуральное. Текстура у этих кремушков очень легкая, они быстро впитываются. Они оказывают такое регенерирующее действие. То есть, если у вас шероховатая кожа рук, вам нужно моментальное какое-то увлажнение. Вы наносите и у вас даже визуально руки выглядят не такими шершавыми. И при этом кремы не скатываются. Это меня больше всего, наверное, раздражает в средствах для рук. Или хочется быстренько их помыть, или они скатываются, или запах такой, что хочется убиться. Здесь вот все как-то так сбалансировано. И мне понравилось. Я даже не могу сказать, какой из них мне нравится больше всего. И, к счастью, марка Эвелин присылала мне их несколько раз. Поэтому я уже успела, по-моему, малиновые разыграть среди вас. И разложила их уже и в кухне у меня, и в машине. Очень классные, и к ним просто тянется рука. Ими приятно пользоваться, и они еще работают. Конечно, если у вас какой-то дерматит, скажем, у вас обветренные супер пересохшие руки, и когда аж трещины, наверное, нужно что-то из хотя бы даже серии с мочевиной, тоже от Эвелин. У них есть кремы, которые прям как маска. А вот эти для ежедневного использования, то есть нанесла и пошла работать на компьютер, нанесла и может что-то написать на бумаге без проблем, или же садишься за руль и не переживаешь, что все будет в отпечатках. Ну, дайте ему пару минут, и он тогда усядется, и не будет везде отпечатываться чем-то жирным. Но для того, чтобы крем работал, все-таки в нем должны быть какие-то восстанавливающие масла. Здесь они присутствуют в линейке. Во всяком случае, так они и обещают. Но я, опять же, делюсь с вами своими впечатлениями, что, да, очень хорошо восстанавливают мою сухую кожу, которая сухая не только на лице, к сожалению, но и на всем теле. Еще одна находка для лица – это скраб гаммаж. У меня также был с абрикосовыми косточками, вот в такой упаковке, но сейчас мне еще и прислали в Саше. Это не моя история, скажу вам честно, что я им даже не пользовалась, потому что я не могу себе позволить что-то с такими явно скрабирующими частичками. Я такое люблю для тела. Что касается вот этого энзимного пилинга гаммажа, то он отлично помог мне, знаете, когда я немножко переборщила с ретинолом, и у меня были шелушения на лице, которые можно намазать кремом, они не настолько видны, но их все-таки нужно убирать. И вот такая версия пилинга как раз подходит для чувствительной кожи, я бы даже сказала, что для всех типов кожи. Он идет с ананасовым энзимом, который расщепляет не просто сами вот эти омертвевшие клетки, а связующую между ними. Поэтому я много раз рассказывала о том, что энзимные пилинги очень важны в уходе. И здесь также комплекс аха-кислот. Но при этом это очень нежное средство, которое наносится на сухую кожу. Это вот такая скатка. Наносим на лицо, я еще люблю оставить его там на 2 минутки, чтобы он немножко поработал с кожей. И дальше скатываем, скатываем, скатываем. С ним нужно работать. Причем, когда вы скатываете такое средство, это целлюлозные шарики, а не ваша кожа. Поэтому не переживайте полностью всю кожу, вы себя точно не снимете. Но после использования такого пилинга гаммажа, я все говорю скраб-гаммаж, ну пилинг и скраб это одно и то же, ваша кожа очень гладкая, очень такая ровная и светящаяся, но при этом она не раздраженная. Она не красная, она не молит вас, не просит о помощи, сделает со мной что-нибудь. Наоборот, все очень-очень приятно. Если у вас чувствительная кожа, если она сухая, если вам нужно все такое нежненькое, то попробуйте, потому что штучка рабочая, и при этом она не травмирует, не раздражает кожу. Я рассказала о тех средствах, которые мне удалось попробовать и которые мне понравились, поэтому я даже могу назвать эти новинки бомбовыми запусками Evelyn на 2020 год. Я могу также смело и открыто утверждать, что это только мой выбор, мне никто не говорил, что я должна показать в этом ролике, что я должна сказать. Я очень-очень ценю такой подход ко всем тем, кто не боится даже в какой-то степени присылать мне что-то на обзор. Я надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было информативным и полезным. Если вы любите такие ролики о бюджетных находках, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok